Зона правды Будем привыкать к новому времени 18.35 Начало эфира И 55 минут будем вместе Сегодня Второй наш эфир В этом году Мы обсуждаем итоги деятельности Управления гражданской обороны За 2017 год Есть чем похвастаться Есть на что посмотреть У нас в гостях Главный специалист Управления гражданской обороны По связям с общественностью И средствам массовой информации Афир обороны По многочисленным Выступлениям И мероприятиям Которые проводились в течение всего года Об этом давайте Более развернуто И подробно поговорим Во-первых Хотелось бы поздравить С этой замечательной наградой По итогам 2017 года У вас Кубок Лучший городской округ В области безопасности И жизнедеятельности Населения В 2017 году Это на прошлой неделе Глава города Хасадзин Дадобегович Акмазов Получил от Главы управления гражданской обороны По республике Дагестан Диплом И вот этот Кубок Что говорит О высоких результатах Деятельности За год Вот об этом Как раз мы Давайте с вами Сегодня подробно Поговорим Во-первых Ну Хотелось бы сказать Какой Значит Ценой Какими Испытаниями Была завоевана Вот эта вот Награда И Как все вообще проходило Ну Во-первых Я хотела бы начать с того Что это заслуга Не только нашего управления Это заслуга города В общем Потому что Это Награда По Соте Это лучший городской округ В области обеспечения Гражданской обороны Готовимся Мы традиционно Мы начинаем готовиться С января месяца То есть С первых рабочих дней Мы начинаем усиленно Готовиться к этому конкурсу Подготавливать Всю нормативную базу Оцениваются По Следующим критериям То есть Это Работа с Населением То есть В плане обучения В плане пожарной безопасности Также И Конечно Наши спасатели Оценивается И их работа Традиционный конкурс Проводится В октябре В первых числах Октября В этом году Это В семнадцатом году Было Девятого октября То есть Мы выезжали Девятого октября В главном управлении МЧС России По Республике Дагестан Где Совместно С другими Муниципальными Образованиями Приняли участие В этом Конкурсе За каждый Вопрос конкурса За каждый пункт Этого конкурса Есть соответствующие Оценки Это от 0 до 3 баллов То есть 0, 1 и 3 балла Два балла Отсутствуют Немного поменялись В этом году Правила Участия И два балла Отсутствуют Вот мы шли В притирку С городом Каспийск И буквально В нескольких Главные конкуренты Главные конкуренты Для нас Это город Каспийск Потому что Мы всегда С ними В притирку Идем Но Как уже Не первый год Мы показали Что Это уже Не первая Наша награда Также В 2015 году Тоже Наше управление Было признано Лучшим Не только В Дагестане Но и На Северокавказском Округе В этом году Точно так же Город Каспийск Тоже Очень хорошо Подготовился Это было Для нас Как бы Еще Большей Мотивацией К этому Конкурсу Так как Мы знали Что это Наши главные Конкуренты И они Сделают Все Для того Чтобы Показать Себя С лучшей Стороны И Это нас Мотивировало Мы подготовились Нас Усиленно Готовил Каждый день Каждый Каждая Пятиминутка Наша Начиналась Со слов Нашего Заместителя Начальника Управления Вахир Солты Джангулова Ребята В этом году Мы участвуем В конкурсе Нам надо Выиграть Это была Лучшая Мотивация Для нас Мы настроились И мы Сделали Это Что было Одно Из Таких Самых Сложных Моментов Для Ребят Которые Участвовали В этом Куркусе У нас Уже Давно Состоявшийся Коллектив Мы Уже Не первый Раз Участвуем Сложного Для нас Ничего И не было Мы Знали Нашу Нашу Работу Мы Знали Что Мы Делаем За год И мы Были Уверены В ней Мы Ни капли Не сомневались В том Что Наш Город Будет Лучшим И Вот Эта Уверенность Скорее Всего И Отмела Вот Эти Лишние Сомнения То Что Может Быть По Каким Критериям Потому Для нас Сомневаться Возможности Как я Уже Сказала Вахир Султан Не Оставлял Он Нас Гонял Так Сказать По Всем Статьям Вот Если Мы Раз уж Упомянули О Деятельности Давайте Мы Немножко Поговорим Об Итогах 2017 Год Вообще Как Прошел 2017 Год Для Управления Плодотворно Плодотворно Очень Мы Как Уже Многие Наверное Заметили Мы проводим Очень Такую Большую Работу По Обучению Населения В том числе И подрастающего Нашего Поколения Мы Проводим Объектовые Тренировки На Социально Значимых Объектах В общеобразовательных Объектах Мы проводим Тренировки Таких Тренировок У нас Было За год Проведено 58 Более 50 Тренировок И Одно Командно-штабное Учение У нас Было Проведено На базе Школы Нат Номер 9 Которое Было Приобщено К 85-летию Гражданской Обороны А также Году Гражданской Обороны Российской Федерации Ну Давайте Так Сделаем Мы О командно-штабных Учениях Наверное С вами Поговорим Уже Чуть Позже Более Развернуто Тем более Что у нас Есть Об этом Сюжет Мы его Для Зрителей Для зрителей Телеканала Покажем Уже Значит Поверх Прямого Эфира Для Значит Зрителей Социальной Сети Инстаграм Которые Мы Сейчас Ведем Прямую Трансляцию С двух Наших Аккаунтов Наших Один Аккаунт Управления Гражданской Обороны Второй Аккаунт Наш Значит Поэтому Мы будем Его Комментировать Вот сейчас Хотелось бы Посмотреть Сюжет О Дне Спасателя Как его Днем Управления Гражданской Обороны Как его Встретили И Какими Наградами Были Отмечены Наши Редакторы Сейчас Подготовят Сюжет И Мы Можем В принципе Его Уже Посмотреть Вот Такая Маленькая Заставочка Маленькая Заставочка Маленькая Заставочка Мы Работаем В сети Инстаграм Для Наших Зрителей И Вот Здесь Были Ну Командно-штабные Учения Наверное Да У нас Значит Включили Наши Ребята Мы Конечно Просили Включить Не командно-штабные Учения Мы Просили Включить Об итогах Деятельности За 2017 Год О Награждении Ну Давайте Ладно Посмотрим Это Вот Командно-штабные Учения Это Было На базе Девятой Школы Интернат Номер Девятой На базе Девятой Школы Интернат Ладно Давайте Все Вот Теперь Сюжет Нам Включили Наконец Тот Который Был Нам Нужен Вот Так В принципе Начинается Наверное Любой Вызов Спасателей Двери Что еще Чаще всего Чаще всего Нашим Спасателям Вот Можно Сказать На данный момент Самые Актуальные Вызовы Которые Поступают Практически Ежедневно Это Спасение Животных И Непосредственно Вскрытие Дверей Разные Случаи Бывают Когда люди Теряют Ключи Ключ ломается В замочной Скважине Дети Остаются В помещении И Вот На такие Случаи У нас Выезжают Спасатели Ну Вот Я Представитель Депутата Городского Собрания Вот Тоже С поздравительной Речью Ахмед Курбанов Он Курирует Непосредственно Нашу Службу Он Как Никто Другой Знает О нашей Службе Все Он Всегда С нами Ну То 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 Здесь Наверное Мы Еще С вами Видим Кадры Вот Насчет Животных Часто А Нет Вот Обрезка Деревьев Кстати Говоря Обрезка Деревьев В этом Году В этом Году Эта Работа Велась Чуть Ленее И В Новый Год И Что касается Обрезки Деревьев Я бы хотела Пояснить Это конечно Не обрезка Деревьев Это Деревья Которые Обрушились Их устраняют То есть Последствия Обрушения Деревьев Устраняют А обрезка Деревьев Непосредством Уже Занимаются Хас Благоустройством Да Многие Ошибочно Также Полагают То Что Наше Управление Обязано Так Сказать Обрезать Деревьев Часто Ли приходится Сталкиваться С этим С тем Что Я имею Ввиду Иногда Значит Граждане Обращаются Не совсем По Вашей Мы Конечно У нас Очень часто Такие Случаи Сейчас Уже Может Что-то Будем Ну Давайте Да Мы Сейчас Вернемся Значит К нашим Зрителям Уже Непосредственно Телеканала Поэтому Вот Такой Значит Сюжет О Награждениях О таких Приятных Тоже Моментах В Буднях Спасателей Вот Поэтому Вот Сейчас Нам Хотелось Бы Все-таки Поговорить О Тех Значит Тренировках Которые Проводятся О Командно-штабных Учениях Между прочим Это было Одно из самых Крупных Мероприятий В городе Вот Для чего Это все Проводится Какие Службы Там Бывают Задействованы И Самый Наверное Будет Важный Вопрос Какой Вывод Из всего Что Было Происходило Ну Что Что Касается Допустим Начнем С Малого Да Это Объектовые Тренировки Объектовая Тренировка Предназначена Для того Чтобы Обучить Персонал Этого Объекта Возьмем К примеру Школу На Наша Первоначальная Цель Придя В эту Школу Для проведения Объектовой Тренировки Обучить Персонал И детей Учащихся О том Что Как нужно Реагировать В случае Тревоги То есть Разные сценарии Будь то пожар Будь то Землетрясение На каждом Объекте Созданы Добровольно Пожарные Дружины В школах Это Дружина Юных Пожарных Также Мы Отслеживаем Их Действия То есть Даем Им Задачу Допустим В кабинете Химии Произошел Пожар Локализуйте Его Собственными Силами До Прибытия Экстренных Служин Самое Интересное Именно в кабинете Химии Это чаще Всего Может Произойти И в таком Случа Они должны Показать Свои Действия Как они Будут Локализовывать Этот пожар То есть Это Не значит О том Что Они должны Полностью Его Потушить Это Локализация Не дать Ему Дальше Распространиться Также Дружина Юных пожарных Она должна Быть Помощником Для Преподавателей Они должны Помогать Эвакуировать Детей Они должны Помогать Обследовать Здание Школы На предмет Может Кто-то Там Спрятался Остался Обычно Это происходит С маленькими Детьми Они не Понимают Что происходит Начальные Классы Вот И Наша цель Приходя В эту школу Показать То есть Посмотреть Как это Происходит У них Как они Это делают То есть Правильно Они Грубо говоря Посмотреть Вообще Готовность На то Это и есть Объектовая Тренировка То есть Легко В учении Точнее Тяжело В учении Легко В бою Применять Это На практике Конечно Так вот Наша Задача Чтобы Они Получили От нас Необходимые Знания И рекомендации По итогу Вот этой Объектовой Тренировки Даже если Есть Какие-то Недочеты Уже У нас За столько Лет работы Практически Можно сказать Это Налажено У нас Претензий Даже не бывает По Проведенной Объектовой Тренировке Потому что Это Годами Проводится Каждый год В каждой школе Запланирована Тренировка Объектовая Плюс Проводится По желанию Руководства Школы Дополнительные Внеплановые Тренировки То есть Такая возможность Есть Конечно По обращению Допустим Руководителей Школы Мы проводим Очень много Внеплановых Тренировок Точно так же Мы проводим Встречи С дружинами Юных пожарных Обучаемых На базе Нашего управления Также С выездом В школу Мы их обучаем Можем Обучить Как пользоваться Первичными Средствами Пожаротушения То есть Чтобы дети Уже имели Навыки То есть Для них Когда начнется Тревога Чтобы это Не было В новинку То есть Чтобы они Привыкли И уже Знали Как действовать В принципе На территории Города Хасавюрт Во всех школах Неоднократно Уже эти Тренировки Проводились И дети Уже обучены Этому всему И они Вполне адекватны И очень Быстро Реагируют На Сигнал Сирены И эвакуируются Как полагается И преподаватели Знают свои роли Которые они Должны выполнить В этой эвакуации Знают Что Эвакуировав Свой класс Они должны Подойти К руководителю Школу Или Школы Или Заму И доложить Что все Эвакуировались Количество Учеников И так далее То есть У них Есть четкий План Действия На каждую Ситуацию Которая Может произойти В школе Ну В первую очередь Это конечно Вызвает спасателей И уже потом Конечно У них Есть для этого Отведенный Человек Есть еще Один человек Который Приказом Назначен То есть Два человека Которые Взаимозаменяемы Они приказом Бывают назначены Для того Чтобы Связаться С экстренными Службами Чаще всего Это заместители По безопасности Чаще всего Да Но помимо Этого У них Помимо того Что есть Дюб У них еще Ответственные Есть за пожарную Безопасность В школе Они тоже Бывают Как бы В курсе Этого всего Они знают Свои обязанности В случае Чрезвычайной Ситуации Школьник Каждый Школьник Знает О том Что При пожаре При любой Нештатной Ситуации Они должны Первым делом Позвонить По номеру 112 Ну а если Говорить Допустим О разных Ситуациях В школах Пожар Землетрясение Это два Совершенно Разные Опасности На какие Вещи Обращается Внимание Я вот Почему Говорю Статистика Вещь Неумолимая Здесь Как бы Не поспоришь При пожаре Чаще всего Люди Погибают Не столько От самого Огня Сколько От продуктов Горения Вот Здесь Как вы Детей Обучаете При пожаре Надо быстро Выйти Или там Спрятаться Или там При землетрясении Выбрать какое-то Место Или там Покинуть Помещение Как там Происходит У вас Сама Тренировка Теория То есть Не то чтобы Учение Но теория Тоже она Имеет место Вот помимо Того что мы Проводим Вот эти Объектовые Тренировки У нас Также есть Беседа Со школьниками То есть Каждый Руководитель Школы Допустим Они Хотят Чтобы Мы приехали Туда Определенный Класс Пришли И провели С ними Беседу Для этого Нам отводится Целый урок Мы объясняем Детям При пожаре Как действовать То есть Как эвакуироваться Если нет Путей отхода Как необходимо Вести себя В помещение Из которого Невозможно Выбраться Как подавать Сигналы Бедствия То есть Мы проводим С ними Такие Теоретические Занятия По итогам Которых Мы Как бы В такой форме Беседы Их проводим И начинаем В конце Занятия Спрашивать Допустим Вот Как вести себя При пожаре Если ты не можешь Выйти из помещения Допустим У ученика Мы спрашиваем Он нам Начинает отвечать Они начинают Буйно Ну Активно В это Включаться В эту беседу Вот Вопрос Ответ Они начинают Уже нас Вопросами Заваливать То есть Процесс любознательности Тоже Да Конечно Они Очень много В начале Есть такой фактор Стеснения Да Вот люди В форме Пришли Казалось бы Да Они Но нынешние дети Они очень хорошо Адаптируются К любой ситуации И уже Минут через 10 Проведение занятия Они берут Всю инициативу На себя Так сказать Да И начинают Активно Задавать вопросы Причем Такие вопросы Которых Казалось бы Взрослый человек Не всегда задаст Потому что У них мышление Очень интересно И с детьми Очень интересно Общаться И тем более Проводить Такие занятия Они бывают Очень плодотворные Это мы видим По тем ситуациям Когда Спустя через год Допустим Опять таки Пройдя в эту школу Нас школьники Узнают Подходят Здороваются Говорят Какие-то жизненные ситуации Даже Преподаватели Рассказывают О каких-то жизненных ситуациях В которых Знания Полученные В беседе с нами Им помогли Ну это тоже Своего рода Это большой результат Конечно Мы к этому И стремимся В этом плане Очень много Занятий У нас проходит И на базе Нашего управления Проводим Экскурсии Показываем Работу Спасателей Работу Всех отделов Работу Единодежурной Диспетчерской Службы Также Поясняем Детям О том Что нельзя Занимать Телефон Экстренных служб Так как Это может Привести К трагедии У человека Который Не может Дозвониться В этот момент Так как Занята линия Вот Такие моменты Такие беседы Мы проводим Детям очень интересно Они задают вопросы Потом начинается От преподавателей А вот еще один класс Хотел прийти А вот еще один класс Хотел прийти Мы конечно Никому не отказываем Всех встречаем С удовольствием И проводим По возможности Такие экскурсии Внутри Управления Тоже Очень часто Проводили На систематическом уровне Вот Хотелось бы Подробно посмотреть Все-таки Командно-штабные Учения Наши редакторы Сейчас нам Поставят Значит Вот Это было Действительно Хорошее Такое Большое Мероприятие Поэтому мы Сейчас с вами Посмотрим Это значит На базе Девятой Школы Школы Интернат Как вообще Для вас На ваш взгляд Прошла Эта вся Тренировка Вот Здесь Начиналось Это все С Теоретического Да Там присутствовали Помимо Всех экстренных Служб Руководства Города Также Представители Школы Интернат По всей Территории Дагестана То есть Это было Примером Не только Для Самих Учеников Но это Было Примером Для Руководителей Других Школ Интерната Как Действовать В таких Случаях Допустим На базе Ихнего Объекта Вот Здесь Выступает Наш Заместитель Начальника Верхи Верхи Рассота Джангулов Как бы Приветственное Слово Цель Для чего Проводятся Эти командно-штабные Учения Командно-штабные Учения Зачастую Проводятся С привлечением Всех Экстренных Служб Там Отрабатываются Действия Руководства Школы То есть Это Непосредственно На месте Где Происходит То есть Руководство Школы Они должны Организовать Эвакуацию Учеников И всего Персонала Показать Действия Дружины Юных Пожарных А также Нештатно-аварийного Формирования Они показывают Все действия Затем Вот Как раз На экране Мы видим Эвакуацию Тревога Объявлена Эвакуируются Дети Значит Вот Здесь Уже Начинается Затем Начинается Работа Электросетей То есть Они должны Прибыть На любой Объект Где произошла Чрезвычайная Ситуация Первым делом Обесточить За ним Вступают В работу Включается В работу У нас Газовая Служба То есть Они Должны Приостановить Газоснабжение Этого Объекта Для того Чтобы не было Дополнительных Каких-то Происшествий И уже На место Прибывают Наши спасатели Которые Демонстрируют Разные Способы Спасения Людей Из здания С использованием Разных Разного Инструментария И техники То есть Это Первым этапом Мы видели Это Проникновение На второй этаж Здания Общежития Где были По сценарию Заблокированы Ученики Их Эвакуировали Путем Выдвижной Лестницы То есть По Выдвижной Лестнице А сейчас Значит На канате Получается Да Спускают Такая практика Спасательное Снаряжение Оно Используется Для спасения Людей С верхних Этажей Так как Выше Второго Третьего Этажа Так как Не всегда Лестничные Пролеты И пути Отступления Бывают Свободны То есть Невозможно Эвакуироваться По лестнице И поэтому Вот Показано Такое Здесь Приспособление Вот это Красное Которое На Ученике Это называется Конверт То есть Если Человек Находится Без сознания Его Одевают В этот Конверт И спускают По Снаряжению Ну если он Самостоятельно Как бы Не может Да Самостоятельно Если не может Вследствие Травм Или потери Сознания Его Эвакуируют Путем Вот Использования Вот Сленгом Спасателей Это называется Конверт Вот Мы сейчас Видим Палатка Это Да Это Медицинская Палатка На Любом Месте Происшествия Развертывается Мобильный Пункт Оказания Медицинской Помощи Далее Мы видим Действия Пожарных Они Локализуют Пожар И Вот Опять Мы видим Работу Спасателей С Использованием Спасения Людей С Использованием Гидравлического Оборудования То есть Если Пострадавший Находится Под Завалами Спасатели При помощи Гидравлических Инструментов Извлекают Пострадавших Оказывают Первую Медицинскую Помощь И Передают Дальше Работникам Скорой Медицинской Помощи Вот Такие У нас Учения Проходят Каждый Год В год Один Раз Командно-шапливное Учение С привлечением Всех Экстренных Служб У нас Проходят Демонстрируется Помимо Работы Спасателей Вот мы Видим Еще Работу В Хим Защите То есть Если Произошла Утечка Химически Опасных Веществ У нас Химически Один Опасный Да У нас На территории Города Химически Опасный Объект Есть Один Это Водозабор Октаж Там Находится Большое Количество Хлора Для Дезинфекции Воды Одна Бочка Этого Хлора Весит Содержит Себе 700 Литров Хлора Если Я не Ошибаюсь И Она Способна Накрыть Территорию Диаметром 2,5 Километра То 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 Вообще В принципе Я тоже Был на Этих Штабных Учениях И Действительно Там И Глава Очень Высоко Оценил Уровень Подготовки Уровень Проведения Вот Такого Рода Штабных Учений А У меня Такой Вопрос В связи Возникает Необходимость На Проведение Вот Таких Больших Масштабных Тренировок То Проводятся Объектовые Тренировки Да Объектовый Тренировок Это Как бы Не еженедельно Да Вот И Тут Как бы С таким Приключением Столько Количество Служб И Столько Людей Задействовано Бывает В чем Такая Необходимость Ну Объектовая Тренировка Она Направлена На то Чтобы Отследить Действия Непосредственно Персонала Объекта И Возможно Там Учащихся Будь то Это Школа Или Если Больница То Персонал Больницы Как будет Эвакуировать Больных И Сами Эвакуироваться А Команда Штабные Учения Это Службы Показали Свои Действия То Насколько Я понимаю В командно Штабных Учениях Здесь Уже Наверное Не столько Действия Какого-то Отдельного Персонала Сколько Координация Координация Действия Между Службами Что Можно Сказать По итогам Командно Штабных Учения Насколько Сегодня Службы Тесно Взаимодействуют С друг С другом И Есть ли Какие-нибудь Проблемы В этом Плане На самом Деле У нас Можно Сказать Достигнуто Максимальное Взаимопонимание С экстренными Службами Нашими Но Есть Один Момент Недопонимания Нашей Работы Со стороны Населения Вот Эту Тему Мне Хотелось Особенно Подчеркнуть И Развернуть Многие Население Жители Нашего Города Они Информируются Нами Посредством Социальной Сети И Мы Информируем Население Помимо Оттого Что Мы Проводим Какую-то Ежедневную Работу Также Мы Публикуем Какие-то Статьи По Действиям Различных Чрезвычайных Ситуациях Работу Наших Спасателей Мы Показываем Также Мы Взяли На себя Такую Инициативу Информировать Население По Отключениям Газа Вода И Электроснабжения Многие Жители Города Подписанные На нас Они Ошибочно Воспринимают Что Это Наша Обязанность На самом Деле Мы Понимаем Что происходит В этот Момент В дежурной Службе В том числе И нашей Мы имели Такие Моменты Что С нами Есть Четыре Линии Связи То есть Это Номера 110 112 Городской Номер 521 74 И Мобильный Номер Телефона 8 928 576 0983 В этот Момент У нас Находится На круглые Сутки На дежурстве Два Оперативных Дежурных И когда В городе Допустим Нет где-то Света Наши Оперативные Дежурные Просто Не успевают Класть Трубку И Принимать Следующий Вызов Насколько Это все Происходит И В этом Плане Чтобы Немножко Облегчить Работу Не только Свою Но и Работу Диспетчеров Электросетей Мы взяли На себя Такую Инициативу Обещать Население О том Что происходит Отключение Плановые Или Аварийные И Люди Начинают Ошибочно Думать Думать Что Это Наша Обязанность Это Не Является Нашей Обязанностью Мы Взяли На себя Такую Инициативу Как В некоторых Случаах Говорится Инициатива Наказуема Но Мы Оптимисты Мы Не Будем Думать Что Это Наказание Мы Будем Это Ну Давайте Еще Один Такой Вопрос От Зрителя Значит Сети Инстаграм Это От Вашей Сети Значит Человек Спрашивает Какая Помощь Его Ждет Если От Сильного Снегопада Вдруг Обвалится Его Крыша Ну Имеется Ввиду Наверное Здесь Будут Рекомендации Как Действовать В этих Случаах И Куда Обращаться Ну В этих Случаах Смотрите У нас Есть Отдел Предупреждения Чрезвычайных Ситуаций Мы Даем Рекомендации Населению Как Действовать В случае Наводнения Там Каких-то Других Природных Катаклизмов Чаще Всего Происходит Даже Не столько Снегопад Вот Возьмем Более Частое Явление Это Обильные Осадки Дожди Да Многие Строят Частные Домовладения С нарушением Всех Норм То есть Строится Определенный Дом Заниженным Уровнем То есть Они Не учитывают Что с годами Проезжая Часть Будет Подниматься За счет Насыпи За счет Асфальтирования Они строят На одном Уровне С годами Дорога Асфальтируется Она поднимается Выше Следовательно Происходит Следующее Когда Идут Обильные Осадки Начинают Подтапливать Домовладения Тех Которые Находятся Ниже Уровня Улицы И У населения Начинаются Конечно Претензии К нашей Службе Так как Вы же МЧС Почему Вот Мне полагается Компенсация Компенсация Полагается В тех Случаях Когда Осадки Выпадают В количестве За 6 часов 21 сантиметр Это Очень много У нас Таких Осадков Не было Еще А то Что Человек Сам Нарушил Технологию Строительства Не учел Эти моменты И Потом Проходит К нам Какими-то Претензиями Это Не является Основанием Для того Чтобы Выделить Ему Какие-то Денежные Компенсации В этом Плане И Точно Так же Со снегом В принципе Каждый Случай Нужно Расплатить Конечно У нас Для этого Создается Рабочая Группа Она Направляется Для Обследования Они Смотрят Какие Повреждения Вследствие Чего Запрос Отправляется Гидромедцентр Для того Чтобы Они Дали Информацию Другая Значит Беда Которая Наверное Преследует Каждый Отопительный Сезон Населения И города И сел И страны Это Угарный Газ Вот Это Беда Которая Имела Мы Все знаем Тяжелые Последствия Предыдущие Года Значит Ну А сейчас Допустим Уже Как Сейчас Обстоит Это Дело И Как Уберечься От Этого Всего Да Это Очень Актуальная Проблема Для Нашего Города Угарный Газ Ежегодно Мы Имеем Случаи Более 100 случаев Бывает Более 100 Отравившихся Будем Конкретно Говорить Более 100 Отравившихся У нас Бывает За Один Отопительный Период В этом Году Мы Имеем 14 Случаев Отравления Угарным Газом В которых Пострадало 15 Человек В связи С этим Всегда В Ноябре Месяце У нас Проходит Комиссия По Чрезвычайным Ситуациям И пожарной Безопасности При администрации Города Где Участвуют Все Экстренные Службы Также Руководители Разных Объектов По итогам Этого Заседания Проводится Ну Подводится Итоги И Решение Выносится Решение Первоначально Это О создании Рабочей Группы Распоряжением Администрации И проведение Рейдовых Мероприятий Рейдовые Мероприятия У нас Проходят Два раза В неделю Целью Этих Рейдовых Мероприятий Является Выявление Нарушений Норм Установки Эксплуатации Газового Оборудования В рабочую Группу У нас Входят Управляющие Компании Газовая Служба Наша Служба Служба Отдела Надзорной Деятельности Служба Полиции То есть Вот такой Расширенный Состав У нас В рабочей Группе И Мы Ходим На данный Момент Мы ходим Рабочей Группой По многоквартирным Домам Проводим Разъяснительную Работу С населением Если Житель Допустим Многоквартирного Дома Дает Добро На то Чтобы Специалист Газовой Службы Осмотрел Его Газовые Приборы Находящиеся В доме Специалист Обследуют Это газовое Оборудование Если оно Работает Неправильно Они сообщают Владельцу Чтобы он Устранил Эти неполадки То есть Обезопасил Себя В первую Очередь Вот Такими Методами Мы стараемся Минимизировать Мы уже Не будем Говорить О том Чтобы вообще Устранить Хотя бы Минимизировать В этот Случай Отравления Угарным Газом Какие Нарушения Чаще всего Встречаются Если мы будем Говорить О многоквартирных Домах Давайте сначала Многоквартирных Потом уже Рассмотрим Частный сектор Многоквартирных Домах Это установка Газовых колонок В ванных Комнатах Ну и в частных Домах В принципе Они устанавливаются В ванных Внутри ванной комнаты Да Внутри ванной комнаты Даже если Она находится На кухне Кухня тоже Это в многоквартирном Доме Это маленькое Помещение В любом случае А ванна Это вообще Маленькое Помещение Без дополнительной Вентиляции Второе То что Не соответствует Вытяжная Система Вытяжку Чаще всего Подключают К вентиляционным Шахтам Вентиляционная Шахта Люди думают Что ошибочно Что это Дымоход В домах С централизованным Отоплением Не может быть Дымохода Вот они Подключаются К вентиляционным Шахтам Тяга Которая Находится В этой Вентиляционной Шахте Недостаточно Для того Чтобы Вытягивать Весь этот Угар То есть Получаем От процесса Горения Вот этого Газа И нагревания Воды Соответственно Он поднимается Этажом Выше Должна Должна Производиться Сервисной Службой Но Люди По своему Может быть Незнанию Они обращаются К частным Лицам Даже Это может быть Какие-то Родственники Знакомые Которые устанавливают С нарушениями Точно Так же Было В случае С этой Женщиной Ей Вот этот Мастер Так скажем Так как Он представился Так Сказал Что это Является Дымоход И подключил Ее газовую Колонку Вытяжку К этому Дымоходу Якобы Она Спокойно Пользовалась Вот этой Вытяжкой И отравила Над собой Две Квартиры Две Семьи Даже Две Квартиры Две Квартиры Так как На третьем Этаже Она сама Проживает На втором Этаже На третьем Этаже Никого Не было В эту Ночь А четвертый И пятый Этаж Они отравились Пострадали Получается Да Они пострадали Мы Комиссиону Выехали По данному Адресу Сервисная Служба Ограничила Доступ Газоснабжения Именно К этой Водонагревательной Колонке Обязали Ее Устранить И Сделать Соответствующую Вытяжку Что и Было Сделано Вот Чаще всего Вот так и происходит Устанавливают В ванных Комнатах Помимо того Что Есть угроза Отравления Угарным газом Там еще Сохраняется Угроза Взрыва Газа Так как Газоснабжение Подключение К газу Происходит С использованием Шлангов Так как В квартире Немного Составляет Проблематично Подключать К газовой Сети Трубами То есть Это немного Проблематично И они Ищут Для себя Легких Путей Решения И подключаются Газовыми Шлангами Они имеют Какой-то Срок Службы И По нормативам Не допускается Более 75 Сантиметров При газификации И он должен быть С обоих Концов Охомутован Мало того Что используется Несоответствующий Шланг Несоответствующая Длина Так еще Используют Китайские Резиновые Шланги Что вообще Не приспособлено Для газоснабжения Газификации Тех или иных Газовых Приборов В таком случае Он просто Начинает Портиться Протекать В этот момент Просто может быть Никого дома Не быть И по возвращению Происходят Взрывы Как в городах России Мы уже наблюдали Такие моменты Чаще всего В многоквартирных Домах Вот именно Что чаще всего Происходит Это в многоквартирных Домах Чтобы исключить Такие моменты Им необходимо Заключать договора С эксплуатационной Службой Эксплуатационно-газовой Службой На обслуживание То есть Эксплуатационно-газовая Служба Два раза в год Ежесезонная Это у них Проверка Газового оборудования Также подключение Они при необходимости Делают То есть Они должны Обращаться В эту службу Заключать С ними договора Проводить Профилактические Осмотры Своего газового Хозяйства Вот Что касается Вот Отравления угарным Газом У нас Очень много Случаев Просто люди По незнанию Наверное Это все происходит Но мы работаем В этом направлении Вот Допустим Как-то же Он Газ Угарный газ Тем более Он же вообще Невидим Он не имеет Ни цвета Ни запаха Его Вот эту вот Сточку вы Собо принесли Хотелось бы спросить Как этим Пользоваться Куда это Устанавливать И для чего Ну имеется ввиду И для чего Да Как бы Насколько Гарантированно Потом безопасность Это очень Удобный И нужный Прибор На данный момент На территории Особенно Нашего города Потому что У нас Это очень Актуальная Проблема Это детектор Угарного газа Он очень Прост В обращении Там Он работает За счет Пальчиковых батареек Его нужно Устанавливать В помещении Где находятся Газовые приборы На стене 30 сантиметров От потолка Отступить И устанавливать Все необходимые Все крепежи Тоже там От потолка 30 сантиметров 30 сантиметров Нужно отступить И подключать Устанавливать Его на стене Где находится Газовая Допустим Колонка Да Та же ванная комната При повышении Уровня Угарного газа В помещении Он начинает Сигнализировать О том Что повысился Уровень Угарного газа И далее Там есть подробная Инструкция И далее Это идет поэтапно Чем больше повышается Тем больше Он начинает Сигнализировать То есть Там звуковой сигнал Очень громкий Если это многоквартирный дом Там слышимость Очень хорошая Даже соседи Могут услышать О том Что у вас повысилась Концентрация Угарного газа Вот Казалось бы Такой небольшой прибор Он может Обезопасить человека Так как Но часто На самом деле Часто бывают случаи Когда Отравление Именно приходится На ночное время Суток Да Ночное время Суток Почему это происходит Отравление Угарным газом Оно Угарный газ Не имеет Ни запаха Ни цвета Как мы уже сказали Симптомы Отравления Угарным газом Можно спутать С легкой усталостью То есть Это Головокружение Усталость Сонливость То есть Человек постепенно Начинает Терять сознание Это первая степень Отравления Угарным газом То есть Это Легкое недомогание Тошнота Головокружение Головокружение Сонливость С кислородом С кислородом В крови И выводит Его Из организма То есть Начинает У человека Начинается У человека Кислородное Голодание За счет Чего И сонливое Состояние У человека И он На короткое Время Теряет Сознание Воспринимая Это За сон Через Некоторое Время Он приходит В сознание И тут Уже Наступает Третья Стадия Отравления Угарным Газом Если он За этот Период Пока он Находится В сознании Не покинул Это помещение Он теряет Уже Сознание И Привести Его в чувство Без посторонней Помощи Невозможно Там Может наступить Летальный Исход Если Никто Из Домочадцев Допустим Или Посторонних Не застанет Этого Человека Вовремя Вообще В принципе Допустим Находиться В помещении Где повышенный Уровень Угарного Газа Я имею в виду Для того Чтобы оказать Помощь Надо Как-то Поторопиться Да Нужно Поторопиться Вот В таких Случаах Как я уже Сказала Вот этот Детектор Он может Помочь На второй Стадии Когда человек Начинает Терять Сознание Или На первой Стадии Он Думает Что это У него Какая-то Усталость Утомленность Он начинает Сигнализировать И человек Уже Осознанно Понимает Что с ним Происходит Если Говорить О признаках Отравления Угарным Газом Человек Со стороны Может Наблюдать Вот Такие же Признаки Какую помощь Можно оказать Если человек В сознании Вывести его Из этого Помещения Выключить Все газовые Приборы Вызвать Скорую Помощь В любом Случае Нужно Выводить Всегда Человека На свежий В воздух Так как Кислород Ему Необходим В этот Момент Если В случае Человек Находится Без сознания И возможности Покинуть Это помещение Нет Тогда Необходимо Расстегнуть Верхние Пуговички Замки Все что Имеется На одежде Обеспечить Доступ Свежего Воздуха То есть Открыть Окна Двери Обеспечить Сквозняк В этом Помещении Также Выключить Все Газовые Приборы И Вызвать Также Скорую Помощь В любом В любой Степени Отравления Угарным Газом Необходимо Всегда Обращаться В медицинское Специализированное Учреждение Для получения Медицинской Помощи Там же По-моему Еще и последствия Какие-то Последствия Да Угарный Газ Он действует Нервно-паралитически И В дальнейшем Человеку могут Беспокоить Головные Боли Головокружения Он будет Уже более Уязвим Для угарного Газа То есть В следующий раз На него Будет Намного Быстрее Действовать Вот это Отравление Вот В принципе Мы За время Эфира Думаю Все Успели Охватить Я Благодарю Вас За Плодоствованную Беседу Я Еще раз Поздравляю Вас Вашем лице Весь коллектив Управления Гражданской Обороны Потому что Я действительно Могу И по Социальным Сетям Судить Что Ваша Работа Она Видна Что Ваша Работа Является Действительно Одной Из Примерных Наверное Я Даже так Скажу Примерных Для Всего Города Потому что Та Басота Оперативность И отзывчивость Она Пускай Является Примером Для всех Остальных Это Действительно Очень Хорошая И платформная Работа Поэтому Желаем В 2018 Году Выйти С такой Же Победой В чем В принципе Не сомневаемся Поэтому С вами Уважаемые Телезрители Мы прощаемся До следующей Недели Поэтому Еще раз Напоминаю Мы выходим Теперь По вторникам В 18.35 До скорой встречи До свидания